привет народ думал будет следующее видео про трактор но получилось про ковш потому что я с ним промучился два дня с этим ковшом челюстным давайте посмотрим как я его делал поехали продолжаем серию про этот погрузчик так обварил ковш вот настолько он предел магнитный уровень чтобы видно было насколько от колес расстояние это примерно пять с половиной сантиметров с каждой стороны раньше я ковши делал 92 сантиметра сейчас я начал делать новую разметку сделал на листе принципе позволяет делать метровые ковши вот лучше пусть будут метровые каши чуть больше трактора так что сделано чтобы ковш не шевелился просверлил отверстие и закрепил на два болта с каждой стороны чтобы можем было шевелить ковш теперь вот это расстояние сюда надо сделать крюки с той стороны наружные швы зачистил грубо говоря снаружи товарный вид внутри это не принципиально так но все здесь крюки делаем здесь делаем уши с отверстиями для штыря чтоб фиксировалась здесь просто будет на крючке одеваться потом ковши плиту поднял штырьев зафиксировал погнали делать крюки кстати по высоте да это вот в поднятом состоянии но не до конца ковш над землей 20 21 сантиметр метр это расстояние здесь то я делаю 7 сантиметров 10 точнее здесь 10 сантиметров но вот эта часть уже поднята на 21 сантиметр но это еще не до конца получается вот это должна прям к профильной трубе сюда был катится все вот такой объем ковша нормальный ковш когда вырезаешь боковинки он смотрится очень маленький ковш как будто а вот когда уже соберешь ковш получается большой нормальный ковш так что принципе другой модели нечего разрабатывать нормальная модель вот кстати заранее я вот здесь прорезал здесь тоже прорезал и болгарочкой отметку дал здесь будет прорезаться потом ковш для челюсти сюда выйдут рычаги здесь крепления и потом после этого уже только прорежется ладно поехали делать так народ изготовил два таких крюка и был кусок швеллера толстые ребра вырезал сделал два отверстия так мы их обварим с той стороны с этой стороны здесь стороны я под сварку снес все так конструкция будет единый чтоб площадь побольше было не просто вот этот 10 миллиметров а чтобы так площадь больше было вот такие будут крючочки все сейчас я варю также они будут посажены добавочно а может и не будем посмотрим наш просто периметра варю еще и съемные сделать хотя на хрена не съемные нужны ладно не принципиально на всякий случай просто сделал два отверстия все давайте обварим все изготовили крепление можно крепить продолжаем так все приварили крепление можно не знаю для чего но и отверстие сделал сначала я думаю наверно буду прихватывать болтами а потом мало ли что изменить можно было открутить и переварить ну как обычно вымерял все по месту прихватил все все теперь делаем нижнее крепление с отверстиями вот кстати этот шов не прорезан свой непроваренный вот это чтобы разрезать и челюсть уже открылась погнали нижнее крепление делать приварили уши вон ух и вот ухо заходит под швеллер 20 20 арматуркой будет крепится вот и принципе когда заступит заднее кольцо отрезаю кстати оставлял думаю когда не пригодятся ну еще здесь а варюще просто прихватил варим будет колечко все он сюда стопориться и ковш выскочить не может вот наши крючки все принципе крепление ковша изготовлена теперь дело за челюстью так сексата вытаскиваем поднимается крепление нижние подъехал зацепил поднял штыречку поставил штырьки не выпадают никуда они не деваются при опрокидывании все нормально но все поехали дальше так вот и дело подошло челюсти имеем вот такие постоянное слово вылетает трафарет легко запомнить а кондуктор его кондуктор имеем таких три кондуктора именно чтоб челюсть было сделать это с углом под наш ковш это вот так здесь мы имеем отверстие это центровочный мы отбойником пробиваем в этом месте сверлим отверстие также здесь есть отверстие это ответная часть она с той стороны так встает это уши вот так вот вот так будет крепление вставать и вот цилиндр все вот она вся челюсть после изготовления всех вот этих креплений прихватываний просто разрезаем все кожи готовый пойдем из металла восьмерки сейчас будем нарезать 5 сантиметров шириной начнем нарезать механизм для челюсти так нарезали заготовок получается вот таких четыре штуки надо таких две штуки надо и таких две штуки все будем сверлить обрабатывать под форму и зачистим от краски вот это снова металл это сбушном было пластина 25 на 20 25 на 25 вроде так что вот еще остались кусочки вот и вот этот металл десятка металл десятка вот этот металл восьмерка давайте обработаем так насверлили отверстие во всех рычаг челюсти длинный короткий рычаг челюсти длинный рычаг челюсти крепление рычагов на каждую сторону по 2 и крепление цилиндра снизу но естественно все будет закругляться в начале я сверлил вот этой коронкой которые тогда обзор делал дорогая с напайками 4 штучки просто не был магазин на тот момент 20 коронки я взял вот эту в два раза дороже и при заклинивании ломает вот эти напайки плохо видно сейчас фокуса нет вот в общем напайка осталось только одна нового 1 напайка только осталось остальные все прям при заклинивая и не сладко их сразу ломает вот эти би металлические они нормальные добывают зубчик один сломает вот если не видно вот эти служат долго но у меня 20 такой нету пришлось добивать отверстие на токарном станке засверливать эти отверстия но неважно сейчас я их обработаю закруглю и зачищу так но все отверстия сделаны все зашлифованы все 4 крепления 4 крепления для цилиндров снизу и сами рычаги все пойдем устанавливать на ковш после того как все прихватили все обвариваем хорошо чтобы не был всяких соплей все провариваем и потом это все дело зачищаем так ковш весь обварен все уж проварили все зачистили и челюсть я прорезал сделал отверстие и боковой зацеп но это как замок куда будет челюсть ходить здесь тоже сделал отверстие также на ту сторону отинковал здесь будет электро заклепки так вот потому что сейчас варить чуть-чуть поведет его вот так прихватим пока потом проварим все давайте сделаем замки так что все эти сделал электро заклепки с той стороны электро как неправильно электро заклепки вроде но смысл понятен короче крепление для цилиндров готовы тяги готовы крепление тяги тоже приварены ковш разрезом с той стороны цилиндр с этой стороны и давайте посмотрим подъем челюсти так что поставим заходит плотно все нормально в общем высота полная на полный ковш открывается замки заходит тоже нормально принципе видео получилось про ковш но два дня я им промучился что я обваривал вчера вчера я делал так я вчера делал зацепы и нижние фиксаторы вот сегодня я делал все тяги все крепления для цилиндров и для челюсти за два дня принципе ковш челюстной готовы ну все вот такое видео отдельно не про трактора про ковш получилось все всем спасибо всем пока